Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учёта». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для фотосалона. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищён паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права могут быть настроены для руководителя и рядовых сотрудников организации. Мы зайдём под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Нашу программу очень легко освоить. Она состоит всего из трёх основных блоков. Для начала работы в системе вам нужно будет однократно заполнить справочник для автоматизации всех количественных и финансовых расчётов. Справочник «Деньги» используется для финансового учёта, регистрации КАС, банковских счетов, валют и статей доходов и расходов. Отделения нужны для указания ваших филиалов и складов, а сотрудники – персонала. Услуги используются для создания вашего каталога и указания стоимости. Нужную услугу здесь, как и информацию в любой другой таблице, можно быстро найти, набирая её первые буквы или же используя группировку и различные фильтры. Номенклатура нужна для складского учёта расходных материалов и товаров. По каждой позиции можно задать необходимый минимум для автоматизации контроля остатков. Отчёт «Карточка товара» сформирует за выбранный период по определённой позиции номенклатуры полную статистику поставок, расхода и наличие на складе. На этом заполнение справочников завершено. С их помощью информационная система в дальнейшем будет сама проводить все необходимые расчёты. Вся основная работа в программе происходит в блоке «Модули». Раздел «Заказы» служит для их регистрации и учёта. Когда у вас будет много записей, с помощью поиска вы сможете вывести список заказов за конкретный период по определённому клиенту или сотруднику. Если же оставить поля пустыми, программа выведет список всех уже зарегистрированных записей. Для добавления новой записи нажмём правой кнопкой мыши в свободное место таблицы и выберем «Добавить». Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочкой. В появившемся окне статус для нового заказа укажется «В работе». Затем из уже заполненного справочника выбирается сотрудник. В поле «Дата сдачи» можно заполнить как сразу, чтобы запланировать исполнение заказа на нужную дату, или же указать позже по факту выполнения. При выборе клиента программа сама перенаправляет нас в новую вкладку «Контрагенты». Если клиент уже находится в базе данных, нужно лишь его выбрать. Для быстрого поиска достаточно ввести первые буквы имени или номер телефона. Если же контрагент новый, мы легко его регистрируем, указывая контактные данные. Выбрав клиента, мы автоматически возвращаемся в окно добавления заказа. Теперь по заказу нужно указать все оказанные услуги, для чего используется вкладка «Услуги». Выбор осуществляется из соответствующего справочника. Все финансовые расчёты программа выполнит сама. Таблица «Товар» служит для списания расходных материалов или указания продажи товара. Файлы нужны, чтобы легко прикрепить к заказу ссылку на один из современных электронных форматов. Таким образом, вы легко сможете найти все данные по любому заказу. С помощью действия «Бланк заказа» можно сформировать соответствующий документ с указанием необходимых данных по заказу клиенту и вашему сотруднику и сразу же его распечатать. Для учёта финансовой части заказа служит вкладка «Оплаты». Для фиксирования получения от клиента платежа и таблица «Расходы», чтобы внести любые затраты по текущему заказу. Это позволит автоматически рассчитать чистую прибыль вашей организации. Информационная система обеспечивает и складской учёт. Товар предоставит учёт проплат поставщикам, отслеживание задолженностей и авансов, управление поставками и перемещением товаров с одного склада организации на другой. Вкладка «Деньги» позволяет вести учёт любых финансовых движений, к примеру, по аренде помещения, оплате коммунальных услуг или по расчётам с поставщиками. Каждая запись фиксирует точную дату, финансовую статью и добавившую запись пользователя программы и сумму. В блоке «Отчёты» формируется необходимая для финансового и управленческого учёта статистика. Отчёт «Прибыль» покажет общую картину доходов и расходов вашей организации за выбранный период. Отчёт «Платежи» приведёт статистику по любой кассе, наличным и безналичным оплатам. Подробный учёт движения средств обеспечит анализ всех финансовых статей и изменение расходов и доходов по ним по предыдущим месяцам. Отчёт «Долги» поможет быстро найти всех должников. Куб «Продаж» и «Свод по сотрудникам» покажут эффективность работы вашего персонала. С помощью услуг можно узнать, что пользуется популярностью и приносит наибольший вклад в общий доход. Отчёт «Заканчивающийся товар» напомнит о необходимости закупить определённые товары и материалы. Остатки выведут всю информацию по любому выбранному вкладу. В системе имеются и другие отчёты для сбора различной статистики и анализа всех основных бизнес-процессов компании. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учёта. Управляйте бизнесом правильно! Универсальная система Универсальная система